Приветствую друг друга в Удмуртии. С вами вновь программа Финноугория. И по традиции вначале расскажем о том, что происходит в финноугорских регионах. Югорчанам предстоит выбрать герб региона из четырех вариантов. Разработкой геральдического символа автономного округа занялись после того, как специальная комиссия выявила, что действующая эмблема составлена с нарушением геральдических правил. Центральной фигурой герба станет птица Катухупвой. Кроме того, здесь есть корона как символ статуса автономного субъекта России. Священные для коренных жителей югры медведи, флаги, которые подчеркивают особое место региона, и кедровые ветви – символ принадлежности округа к Западной Сибири. Варианты различаются цветовыми и визуальными деталями. Проголосовать за любой из них можно в официальной группе ВКонтакте, а также на портале «Открытый регион Югра». Интернет-голосование продлится до 13 октября. Кроме того, с 27 сентября по 11 октября во всех муниципалитетах Югры пройдет общественное обсуждение эскизов герба. Итоговое обсуждение назначено на 15 октября. Оно пройдет в режиме видеоконференц-связи с подключением всех муниципалитетов. В Ижевске отпраздновали День оружейника. Кульминацией праздничной программы, приуроченной также к 100-летнему юбилею легендарного конструктора Михаила Калашникова, стала торжественная церемония открытия необычного фонтана на центральной площади города. Светомузыкальный фонтан – изюминка обновленной площади. Выглядит новинка необычно для жителей Ижевска. Фонтан состоит из 155 струй с подсветкой. Их высота может достигать 12 метров. Каждой можно управлять индивидуально, создавая таким образом уникальное шоу. На этом сюрпризы не заканчиваются. Оказывается, фонтан умеет создавать водный экран, на который можно проецировать изображение. А еще фонтан оснащен лазерной установкой, благодаря которой на площади теперь можно устраивать светомузыкальное шоу. Так, в день рождения оружейника лазерное шоу сопровождалось по пури из произведений всемирно известного композитора Петра Ильича Чайковского, который родился и провел все детство в удмуртском городе Воткинск. Кстати, в основе проекта концепция умного фонтана, который можно использовать и как мультиформатную образовательную площадку. Видеолазерная установка может воспроизводить звуковые и визуальные просветительские программы, рассчитанные на детскую и взрослую аудитории. Еще один солдат вернулся на родину. Через 77 лет после гибели уроженца села Сузгарье Рузаевского района Республики Мордовии похоронили на малой родине. Этим летом поисковики нашли его останки в Волгоградской области. Личность солдата установили благодаря частично сохранившейся книжке красноармейца. Елизавета Сараева с трудом сдерживает слезы. Она родилась уже после войны и своего двоюродного брата видела только на фотографии. 77 лет Иван Кондратьев считался пропавшим без вести. И теперь, наконец, его привезли на родину. Здесь героя встречает семья и благодарные жители района. Вот хочу я благодарить всех, кто их нашел, нашли. Спасибо им низким поклонам. Дай Бог им здоровья. Побольше и спасибо, что привезли, что отдали мне землю. Иван Кондратьев ушел на войну в феврале 1942 года. 19-летнего парня из Сузгарья зачислили курсантом в Московское пулеметно-минометное училище. День, когда Иван покинул родное село, соседка Аксения Киреева помнит до сих пор. Тогда ей было всего 10 лет. Останки Ивана Кондратьева нашли бойцы казачьего поискового отряда «Взрыв». В начале августа они провели экспедицию в Веловлинском районе Волгоградской области. В ходе нее у хутора Шохинский поисковики обнаружили останки шести погибших защитников Сталинграда. Бои там происходили в августе 1942 года, когда немецкие полчища, немецкие танковые клинья рвались к Сталинграду. И вот курсантов разных училищ, оруженек Идзевского пехотного, Московского пулеметного, десантные корпуса. И как раз на линии прорыва их допускали. Вот два дня сражался полк, и вот они на два дня сумели остановить вот эти фашистские наступления. Солдаты удерживали немецкие войска, несмотря на то, что армия не успела закончить сосредоточение. Им не хватало боеприпасов, а большинство курсантов не имели боевого опыта. То, что произошло на земле Сталинграда, это самая страшная битва в истории человечества. Каждые 15 минут погибал солдат. И наш земля достойно сражался с врагами для того, чтобы обеспечить вот это мирное небо для нас с вами, для нашей страны. В таких непростых условиях в голой степи они сражались до последнего. Останки Ивана Кондратьева нашли на глубине 30 сантиметров. Там же поисковики обнаружили останки армейской книжки, благодаря которой и удалось установить личность солдата. Внутри нее нашли остатки самокрутки. Возможно, солдат приберег ее для следующего перекура, которого так и не случилось. Люди, узнав об этом, вот с такой гордостью говорят об этой новости. Вот как-то нам повезло, Ваню Кондратьеву нашли. Это будет для истории села отдельная страница. Найденные вещи и землю с места захоронения передали родственникам Ивана Кондратьева. Солдата похоронили рядом с двоюродным братом. Во время захоронения поступило предложение увековечить память солдата. Например, назвать его именем улицу. Сузгарье очень трепетно относится к памяти героев. Ежегодно 9 мая с самого утра сельчане отправляются на кладбище с цветами, георгиевскими ленточками и навещают могилы участников Великой Отечественной войны. Следующий весной день памяти отдадут еще одному земляку – Ивану Кондратьеву. За грандиозные размеры и необычный ландшафт сами жители страны называют его Венгерским морем. Вода с большим содержанием йода и особый микроклимат создают полную иллюзию отдыха на море. Однако вода здесь совсем не соленая. Балатон – знаменитое озеро Венгрии, крупнейший пресноводный водоем в Центральной Европе. Озеро Балатон раскинулось на западе Венгрии в 90 километрах от Будапешта на Среднедунайской равнине у подножья массива Бакань. Его площадь составляет почти 600 квадратных километров, ширина 12, а длина – 78 километров. Огромное пресноводное озеро лежит в тектонической котловине. Уникальная особенность озера – его небольшая глубина – около 3 метров. Только в одном месте, в Тихоньской впадине, у полуострова Тихонь, расстояние до дна составляет 12 метров. Из-за небольшой глубины летом вода в озере довольно быстро прогревается. Средняя температура теплого сезона составляет 22 градуса, в особо жаркое время – до 28 градусов, но покрыта бархатистым песком. Вода в Балатоне чистая, но непрозрачная из-за содержания в ней планктона. Цвет озерной воды меняется в зависимости от погоды и времени суток – от серого и лазурного до светло-зеленого. Особый южный микроклимат и мягкая вода с большим содержанием йода создают иллюзию отдыха на море. Лето преимущественно солнечное, но бывают сильные ветры. Не слишком холодно здесь и зимой, однако Балатон замерзает. Средняя толщина льда – 10-20 сантиметров. На месте Балатона в древности было море. Тектонические колебания вызвали подъем дна, и ландшафт изменился. Венгерское слово «Балатон» – не венгерская этимология. Венгрия восходит к славянскому блату. Поскольку у Венгрии нет выхода к морскому побережью, часто неофициально Балатон называют «Венгерским морем». Но из-за небольшой глубины иногда Балатон иронично называют «самой большой лужей Центральной Европы». Местность вокруг озера осваивали разные племена – славяне, фракийцы, кельты, германцы. В I веке н.э. сюда пришли римляне. Славяне начали заселять эту местность в IX веке. Потом регион отвоевали венгры. Они строили на берегах аббатства и крепости. Климат и чистая озерная вода привлекали внимание европейцев. С XVIII века на Балатон начали ездить туристы, а в XIX столетии его курорты обрели широкую популярность. Побережье Балатона – важнейшая здравница Венгрии. На берегах Балатона построено множество пляжных и лечебных курортов. Тысячи людей приезжают сюда, чтобы оздоровиться с помощью местных минеральных и термальных источников, богатых сероводородом. Территория вокруг Балатона имеет заповедный статус национального парка и хранит множество природных красот. Здесь хорошо развито рыболовство. По озеру Балатон регулярно курсируют пассажирские суда и катамараны. В разных частях побережья расположено более 20 пристаней, что позволяет удобно путешествовать в разные районы водоема. Да, безусловно, дивные места. Красивое озеро. Побережье Балатона украшают колоритные городки и поселки с богатой историей, культурными, архитектурными и природными достопримечательностями. Ну, о них мы расскажем в наших следующих программах. Кстати, а как будет звучать слово «озеро» на финно-угорских языках? Озеро. Яр. Ярви. 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 Ер. Детство – самая прекрасная пора. А детство, проведенное в деревне, – настоящая сказка. С каким трепетом мы вспоминаем дни, проведенные на свежем воздухе, вечера с бабушкиными шаньгами и ароматным чаем. С мудрыми гуляй там, гора щилом ехтам. Мусук яскет кучей шлам, быдвока говорим. Океё на щилыш там, океё на ворсам. Гажа мусатом лункаце, щелым шаньку ледам. Гажа мусатом лункаце, щелым шампаном лунокце, щелым шампаном лунокце. Гажа мусатом лунокце, щелым шампаном лунокце, щелым шампаном лунокце. Гажа мусатом лунокце, щелым шампаном лунокце. Гажа мусатом лунокце, щелым шампаном лунокце. Гажа мусатом лунокце, щелым шампаном лунокце. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»